Здравствуйте! Сегодня порешаем неравенство из ЕГЭ. Интерес неравенства используется метод интервалов промежутков. Ну а что, следующее неравенство. Забыл. Так, x минус 1 плюс x минус 2 больше чем 3 минус x. Суть решения состоит в том, что сначала мы каждый из этих модулей приравниваем нулю. Что нам это даст? Видите потом. x минус 1 равняется нулю, x минус 2 равняется нулю, x равняется единице, x равняется двум. Таким образом мы получаем некоторую числовую прямую, мы получаем несколько промежутков, которые сейчас и обозначу. Вот первый числовой промежуток. единичка, второй двойка. Вот такие вот у нас и числовые промежутки. А зачем они нам нужны? А нужны они для следующего. Для того, чтобы, допустим, у нас есть модули, мы хотим эти модули раскрыть. Что ж, напишем. x минус 1, x минус 2. Первое. От нуля до единицы. Смотришь, что будет с этим выражением. Понятно, что если мы поставим от нуля до единицы выражение, то здесь будет отрицательное число, а здесь тоже будет отрицательное число. Если мы поставим выражение вот в этом интервале, от одного до двух, вот сюда, допустим, ну, какое-нибудь выражение между единицей и двойкой, допустим, вот сюда. Я сюда трехса допишу. Полтора. Полтора минус 1 больше нуля. Просто вместо этого икса я пишу выражение, которое здесь находится. Полтора. Полтора минус 2 меньше нуля. Вот здесь вот отмечаем. Наш знак меньше здесь минус, здесь знак плюс. Ну, естественно, все, что больше двойки, будет давать нам плюс. Что нам даст эта числовая ось? Зачем вообще ее нарисовали? Существует в том, что мы теперь начнем убирать эти модули для каждого этих интервала. То есть сначала рассматриваем первый интервал, убираем эти модули. Что ж, приступим. Сначала будет интервал x меньше 1. То есть вот этот интервал рассматривали. Таким образом, мы раскрываем эти модули последующие правила. То есть минус x минус 1 плюс 1. То есть вместо этого выражения пишем минус x плюс 1. Минус x плюс 2 больше равняется 3 минус x. И решаем уже вот такое неравенство для x меньшего 1. Что ж, приступим. Минус 2x плюс 1 и 2 и 3 сокращается. Плюс x больше 0. x меньше 0. Теперь берем нашу любимую неравенство x меньше 1. 1, x больше 0. Совмещаем их решение. 0, 1, 0, 1. Получаем до 0, до 1. Где двойное пересечение будет нам давать в результате наше решение. То есть x меньше 0 и будет являться нашим решением. Итак, поочередно рассматриваем каждый интервал. Что ж, рассмотрим второй интервал. От 1 до 2. Ну что ж, приступим. x меньше 1, x меньше 2. Здесь мы раскрываем таким образом, что при x от 1 до 2 мы просто пишем. x минус 1, минус, вместо вот этого модуля пишем минус x минус 2. Там минус берется, потому что здесь у нас минус, как вы видите. Здесь везде минусы стоят, да? И здесь, потому что здесь везде тоже минус. Знак. Как два процедура. Этот модуль заменяем на скобки, и перед ним пишем тот знак, который указан здесь вот. Больше 3 минус x. Ну что ж, пишем. x минус 1 минус x плюс 2, 3 минус x. x, x сокращается. Двойка, тройка, x будет больше, чем x сюда переносим, x больше 2. Вот. Как вы понимаете, в этом интервале пересечения этого промежутка и вот этого не происходит. Таким образом. Получается, что у нас, ну вот такое неравенство получается, да, здесь. Таким образом получается, что в нашем случае, в нашем случае при x больше 2 решения нет, потому что штриховка будет следующим образом испределена. Так, здесь у нас все правильно. Все правильно я обозначил. То есть здесь у нас будет единица. Закрашена вот таким образом. Двойка так вот. В общем, в этом интервале. А эта вот в этом интервале. Двойка даже не входит сюда. Помните, эта цифра сбивает в интервала последующих правил. То есть от минус бесконечности до одного. От одного уже включительно до двух. Как здесь вот, допустим, и от двух до бесконечности. Ну, то есть здесь круглый, сколько есть квадратный. И так, в следующий рассматриваем уже вариант x больше 2. Вот этот третий бренд, на который сбиваются вот этими вот точками. Что ж, опять-таки подставляем сюда, ищем. Везде плюсы, значит, везде будет x минус 1 плюс x минус 2 больше чем 3 минус x. Получается 3x. x сюда переносим. Больше чем 6. x больше 2. x больше 2. x больше 2. Естественно, это и будет являться нашим решением нашего неравенства. Ну что ж, совмещаем и записываем ответ. В ответ запишем, что x меньше 0 и x больше 2. Таким образом, это и будет являться решением нашего, соответственно, неравенства, который у нас здесь и записан. x меньше 0 и x больше 2. Вот и все. Спасибо за внимание. Можно написать даже так. Из бесконечности до 0, от 2 до бесконечности. Задача решена. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Все. Пока. Сдавайте игры хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...